Возражения против нравственного аргумента Возражения против нравственного аргумента существовали еще задолго до того, как его выдвинул В самом первом уже диалоге Платона, диалоге Ефтефром задается вопрос Произошел ли нравственный закон? Мы утверждаем существование некого объективного нравственного закона Вот этот нравственный закон, он произошел по воле Бога? Или существует независимо от воли? Вы как считаете? По воле Бога По воле Бога, да? Вообще-то, других мнений нет? Значит, существует на этот вопрос два ответа То есть, если предположить, что он произошел по воле Бога То значит, что этот закон произволен Может быть таким, может быть иным Захочу так, захочу иначе Именно, кстати, так отвечает на этот вопрос Ислам На самом деле, вынужден к этому приходить крайне кальвинизм Что воля Божья Бог суверенен И в итоге он становится заложением собственного суверенитета Вот, и в итоге не та, не та, не та, не та, не та Вот, даже, но если мы, предположим, второй вариант То получается еще смешнее То есть, если нравственный закон существует вне зависимости от Бога То, конечно, Бог не является Богом Бог сам оказывается подчинен нравственному закону Раз он по закону это делает Раз Бог чему-то подчинен Помните, мы с вами разбирали Космологический аргумент Значит, есть что-то выше, чем Бог Платон впоследствии, это его ранний диалог Впоследствии Платон находит, собственно, в этом и находит ответ А тем более, что Платон говорил не о Боге, а о Богах Вот, то он находит выше свой собственный ответ И он говорит, значит, Боги Богами не являются А Богом является Добро Раз вот понятие Добра выше, чем Боги То вот это Добро и есть Бог Через его раз Платон начинает рассуждение В итоге приходит к Единотожью И он говорит о Добре или о Едином, как о Боге Логос, он дает Платонное имя И вся философия Платона Проистекает из нравственных предпосылок На самом деле, во-первых, это, с точки зрения логики Логическая ошибка, ложная альтернатива То есть мы говорим, что либо так, либо так И якобы других Правда, что ты больше не бьёшь свою мать, да? Да, вариантов ответа не существует Либо сейчас зима, либо сейчас лето Ошибка, ложная альтернатива Тогда не указываются ещё все возможные варианты Далее, согласно классическому туизму, то есть Библии Нравственный закон – это отображение природы Бога И поэтому он и не является независимым от Бога И не является произвольным То есть нравственный закон – это отображение совершенной божьей сущности Понятно, да? Вот это вот, то есть Библия даёт выход из вот этого платоновского парадокса Ни Бог его не подчинён Ни Бог его устанавливает Но этот закон не что иное Так отображает сущность Бога, который, собственно, и есть добро Если говорить платоновскими категориями или если говорить категориями апостола Иоанна, которые есть любовь Далее, и, значит, и последнее возражение, которое существует, что происхождение нравственного закона из Божьей воли не делает его произвольным Потому что Божья воля абсолютна Опять же, введу свойств Бога Если мы представляем, действительно, Бога таким тираном, который захотел то, то, то это Тогда любое его ворезное явление является произвольным Но то, что закон отображает Божью волю, произвольным он не делает, потому что воля Божья абсолютна Современная формулировка нравственного аргумента Существует объективный моральный кодекс, нравственные законы Может, это не записывайте, он на них в учебнике, зачем, я не могу, есть, просто попытайтесь разобраться Существует Видеосеминария ТВС И так является основой споров и дискуссий по вопросам нравства Если кто-то говорит, что это справедливо Даже если народ не представляет предусуществование Бога, он сам себя добивает Тем самым, потому что, если Бога нет, то на основании чего он спорит, справедливо это или не справедливо Далее Среди различных народов наблюдается поразительное единодушие в отношении того, что следует считать серьезным преступлением с применением сил Частое убийство, хищение, изнасилование Определенные культуры попадали под внешние осуждения С точки зрения морали, как, например, весь цивилизованный мир осудил нацистский режим Гитлера Пример явного взаимствования скала его любви Второе Отрицание существования нравственных абсолютов и уверенность, что остальные должны делать то же самое Это взаимосвещающее понятие Помните, если я говорю, что нравственных норм нет, то на каком основании я требую, чтобы остальные с этим соглашались, если это не нравственная норма Третье Нравственный закон невозможно объяснить с помощью законов природы или человеческого опыта Моральный кодекс не является законом природы, поскольку природа не способна на нравственные осуждения И также природа не различает живые и неживые объекты Человеческое существо или общество не могли бы создать кодекс целиком в виде целостной системы Так как не может объяснить пункты 1 и 2, о которых в начале шла речь Объяснить, почему человек иногда избирает решения, которые не соответствуют его собственным интересам и даже угрожают его жизни А также, почему, если он не исполнил свой долг, он чувствует себя виноватым Вроде, что он ничего предосудительного тоже не сделал, но испытывает чувство вины И дать наилучшее объяснение тому, что индивидуально и коллективно обычно осознаемо Свою неспособность следовать этому моральному кодексу Таким образом, создатель морального кодекса должен быть сверхчеловеческой личностью И нравственным законодателем Ни человек, ни общество не были создателями этого кодекса Нравственные законы не имеют смысла вне мышления Только личность признает и применяет законы нравственности Настраивает их на их исполнение и относится к другим с позиции морали И также нравственный аргумент дополняет другие аргументы, указывая на существование законодателя То есть, понимаете, аргументы, все теоретические аргументы, они являются не доказательствами существования Бога А аргументами, указывающими на его существование И, в общем-то, силу они в наибольшей мере имеют именно в совокупности То есть, какую мы не возьмем сферу, в совокупности аргументов мы видим, что все указывает на существование Бога Но доказать Бога логическим путем невозможно Либо мы будем делать это дедуктивно, для этого уже предпосылки Предпосылки должны иметь абсолютный характер Что невозможно, если мы отвергаем идею откровения И, таким образом, дедуктивное доказательство существования Бога – это замкнутый круг в системе рассуждений Если мы изначально исходим из того, что мы предполагаем, что мы не знаем, есть Бог или нет То уже дедуктивное рассуждение невозможно Потому что у нас нет предпосылок к объективному, к которому мы можем отталкиваться То есть, в конечном итоге, все аргументы существования Бога указывают на его существование И сильны в своей совокупности, но ни один из них не является жестким доказательством И, в конечном итоге, принимает Бога человек только по вере Библейская вера – это вера разумная Это вера, которая не является суеверием У нее есть очень твердые основания И надежные аргументы И при логическом рассуждении она является наиболее состоятельной, наиболее соответствующей И прагматически наиболее эффективной Но человек может, даже если полностью все сокрушили твердыни его на пути веры При этом может продолжать говорить, но я все равно в это не верю Остается надеяться, что хоть этот человек в Бога не верит, в Бог в него все еще верит И для него возможность покаяния еще существует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok